Уважаемые любители моих фотографических опытов, сегодня у нас с вами интересный момент. Начинается весна, уже тает снег, появляются вот такие, как вы сейчас видите, красивые картинки природы. Все оживает понемножку. Даже бабочки полетели, мухи начинают биться в окна. То есть на самом деле жизнь продолжается. И вознаменование весенних настроений, повышение гормонального статуса, ну у некоторых, у кого еще он есть, мы с вами можем предаться на таком некоем подъеме эмоциональном и гормональном фотографическим удовольствием. Ну и я, конечно, не избежал этого дела. День становится длиннее, а это очень сильно сказывается на наш мозг и возбуждает древних приматов к новым подвигам. Ну вот сегодня мы с вами рассмотрим как раз один из таких подвигов, связанных с хосильблатами. Ну все знают, что я очень люблю хосильблаты, еще с незапамятных времен, там с раннего недоразвитого социализма, когда хосильблат был редкостью и большим счастьем для работы с пленкой. Но сейчас все изменилось, сейчас уже другая жизнь. Я в основном пользуюсь вот этим самым хосильблатом 907-й Х, 50-мегапиксельным. Ну матрица, понятно, что не новая, я думаю, что и лет 10 назад она была разработана. Но тем не менее меня устраивает, потому что здесь можно поставить и цифровой задник, и много чего еще можно сделать. И самое главное, у меня много специальных приспособлений для макросъемки с помощью такой камеры. Чем я и, собственно говоря, занимаюсь часто по работе. Но в недавнешнее время вышла новая камера X1D2. Камера замечательная. Я такой еще не обзавелся, поэтому один из больших любителей фотографий и поклонник моих фильмов предоставил мне ее попробовать, поснимать, попользоваться немного, чтобы разобраться, а в чем ее преимущество. За что я ему приношу нижайший поклон, поскольку пока мне эта камера недоступна. А менять эту я не могу из-за уже рассказанных выше причин. Ну вот, красивые ландшафты с тающим снегом, они, конечно, интересны. Но вот посмотрите на картинки, снятые с помощью этих двух Хасельбладов одними и теми же объективами. Такие покрупнее цветочки в данном случае. Ну и что? Разницы особой, как кажется, не видно. Для сравнения использовал три на самом деле объектива. Тридцатый, тридцать миллиметров, шестьдесят пятый, самый ходовой. И сто двадцать макро, которые я тоже использую, в том числе и для работы. Ну и что получилось? Получается, что вот на видимых вами розочек засушенных, то есть сухоцвета, особых-то изменений мы не видим. Поэтому придется смотреть вглубь. Что произошло? Здесь же поменен байеровский фильтр, понятно, 100 мегапикселей. А здесь пятьдесят. Ясно, что матрица другая, и система обработки сигнала тоже другая. Что же мы видим? Раз с розочками у нас задача не решается, хотя вы видите, там и синие, и желтые, и красноватые оттенки, то есть явно все очень похоже. Посмотрим, копнем поглубже. В прямом смысле этого слова снимем землю. На земле просто ели просунулись, то ели вылезли. Первые теплые деньки. Что мы видим, сравнив две картинки? Хасельблада Х2Д и 907Х. Оказывается, что картинки-то разные. Зелень с желтинкой у 907, а Х2Д понатуральней. То есть это интересный признак. Более того, земля под ландышами почему-то желтоватая, как будто я их сажаю на торфу. Это неправда. Это обычная земля, которая передается в качестве оттенков серого, очень точной Х2Д. То есть получается, что серое он начинает уже передавать, очень похоже на лейку 10-ю, даже 11-ю. Посмотрим дальше. Вот у нас еще одна картинка. Крокусы. Тут уже фиолетовые бутончики. И опять та же самая картина. 907-й желтит зелень, а Х2Д передает ее очень точно. Плюс нету подозрительного оттенка в бутонах. Это все проверялось очень точно, поскольку я специально использую вот этот спектромастер с иконик для того, чтобы проверять спектральный состав света, как падающего, так и отраженного. Есть такие возможности у него, такие функции. То есть таким образом мы уже заметили, что есть небольшие цветовые отличия. Посмотрим на мерах. Ну понятно, что такой широкоугольный объектив, как 30 с диафрагмой начальной 3,5, он, ну, не идеальный по разрешению. Все-таки широкоугольник надо иметь в виду. И поэтому миры, особенно при большом увеличении, снятый с большого расстояния, в данном случае около 9 метров, мы видим, что разрешает плохо. Как матрицу разрешает... Матрица на матрице видны недостатки этого объектива, как с 907-м, так и Х2Д. Да, не очень. Поэтому объектив, конечно, использовать можно, но он, как бы, помягче сказать, звёзд с неба не хватает. Для широкоугольника внутри помещений он очень хорош. А вот в ландшафтной съёмке от него, наверное, стоит воздержаться. Теперь перейдём к объективу более популярному и более распространённому, 65-му. То есть в чём дело-то в 65-м объективе? Это штатник. Раньше был 80, теперь вот 65 сделали, досчитали. Чё же мы видим? Ну, вот, посмотрите на сосны. Конечно, прекрасно. Для ландшафтов 65-й подходит очень хорошо. Что же мы в нём видим? А в нём мы видим очень много интересного. Дело в том, что этот объектив, как универсальный, я его использую как почти макрообъектив для небольших увеличений, очень хорош. Ну и что дальше получается? Посмотрим на, собственно говоря, разлив реки с достаточно скромными световыми характеристиками, которые мы видим под Павловским посадом. Понятно, что сейчас снеготаяние, и поэтому яркостный диапазон очень интересно анализировать именно на таких мутно-промокашечных картинках. Ну и что, оказывается, что 65-й объектив, диафрагмированный до восьмёрки, работает на обоих камерах очень хорошо. Кстати говоря, он разрешает матрицу в 100 мегапикселей. То есть можно всячески рекомендовать. Но что у X2D лучше, чем у 907-го? Яркостный диапазон. Ну, понятно, байровский фильтр имеет большее количество этих цветоделённых кусочков, маленьких, из которых стоит всё изображение. Да, но это факт. Там тёмные ветки на картинке сливаются у 907-го, а здесь видно, как отдельные предметы. То есть, ну вот, то же самое мы можем посмотреть и на другой картинке, сделанной в этом же районе, в районе Павловского посада. Это когда две картинки сняты в 65-м объективе, а потом в 120-м. Ну и что получается при сравнении уже 120-го объектива? А он очень хорош. Это макрообъектив с прекрасным разрешением. Ну, первый и значительный вывод. 120-й работает так, что разрешает полностью матрицу X2D. То есть объектив можно 65-й и 120-й рекомендовать из старых серий для новой камеры. Это значительное облегчение многим фотографам. Ну, поэтому мы видим, что 120-й при этом даёт очень высококачественное изображение мелких предметов, которые почти не страдают хроматизмом. Ну, понятно, почему. Потому что чем пиксель на матрице больше, тем больше вероятность слипания изображений. Ну, и поэтому возьмём миру и посмотрим, как у нас на объективе 120 мм с начальной диафрагмой 3,5. Что получится? Оказывается, что сравнив, прикрыв диафрагму до 8 меры, мы видим с вами заметную разницу. А увеличив маленький кусочек, увидим очень странную вещь. 9X907, вот этот самый, который я снимаю, который я нежно люблю, оказывается в синей части. Мир, при падении их плотности, у меня 100, 75, 50 и 25, превращает синий цвет в голубой. Отсюда проблемы цветопередачи. А вот X2D в голубой не превращает, он просто становится синим, но более слабо выраженным. То есть, иначе говоря, по цвету эта камера работает лучше, быстрее всего переписаны и профили, переписаны алгоритмы расчёта, да и, видимо, сделана сама первичная математика получше. Ну, и последнее место, где я тестировал эти объективы вместе с камерами в отвратительных условиях, как раз место, где размножаются вот эти чайники. Очень, кстати говоря, мною любимые, из-за их классической формы. И вот такие чашки. Это Ликина-Дулевы. И вот, посмотрите, там стоит памятник уже не первый год основателю этого всего мероприятия, знаменитому подпринимателю Кузнецову. Он вот в руках держит чашечку. Рядом стоит чайничек классической формы. Памятник хороший. Наконец-то дельным людям ставили, а не каким-то прохиндеям. И пивунам, и плясунам. То есть, поэтому мне он очень нравится. Я его использовал для того, чтобы показать, как работают обе матрицы этих двух камер против света. Я увидел, что над головой Кузнецова через облака мне бьет в объектив солнце. Ну, что может быть слаще для цифровой камеры? Как известно, они в таких ситуациях работать не любят. Но раз не любят, это то, что для нас с вами нужно, чтобы понять, как, в чем разница. Задиафрагмировав 120 объектив до восьмерки, я как раз снял покрупнее Кузнецова. И вот, посмотрите на картинку сравнения. Вы видите, что на одним и тем же объективу, в одних и тех же условиях, матрица дает спектральный сдвиг в синеву, и вы видите, бронза получается с такой, как бы, голубоватой дымкой, а X2D передает ее абсолютно точно. Экспозамер, чувствительность, все абсолютно одинаковое. То есть, таким образом, натурализм передачи бронзы на памятнике Кузнецову в X2D намного лучше. Особенно в таких, как вы понимаете, отвратительных условиях. Плюс проработка в тенях. Болезненная достаточно для всех цифровых камер в такой ситуации. Здесь она идет отлично. Следовательно, несмотря на все странные высказывания относительно нового Хасиблада X2D, могу сказать, да, по разрешению он превосходит существенно 907-й X. Но для этого должны быть соответствующие объективы. То есть, объективы надо подбирать специально достаточно высококачественные. Из старых серий, ну, то, что мне было доступно, я проверил два. 65-й объектив стандартный практически, 120-й макро. Они для этой матрицы годятся и, так сказать, ее реализуют полностью практически. Вполне возможно, что будет выпущено объективы еще бы высшего качества. Но и на этих работать можно и заметно лучше, чем на Хасибладе 907X или на X2D. То есть, старые матрицы такой компоновки. Это хорошая вещь. Кроме этого, могу сказать, что внутренний, почти терабайтный накопитель, это тоже хорошая, удобная вещь, потому что скоростные, дорогущие флешки нестандартного размера, они как бы малодоступны, а здесь все, в общем, у вас под руками. Поэтому, подводя некий итог такой, могу сказать, что да, камера X2D это реальный прогресс как в точность светопередачи, так и в разрешении, что сближает подходы Хасибладовских инженеров к тому, к чему стремятся на фирме Leica. То, что реализовано, как я уже рассказывал, в значительной части, в камере Leica М11. На этом, уважаемые слушатели, я с вами прощаюсь. Желаю вам съездить в Ликино-Дуле, купить в заводском магазине красивых чашечек, полюбоваться на памятник Кузнецову, а в окрестностях насладиться ранней весной. Получайте удовольствие. Даже если для этого понадобится Хасиблад Х2Д. Оно того стоит. Счастья в нашей жизни не так много, как хотелось бы. Удачи вам в ваших фотографических опытах. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова